Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралипоменон и мы будем сегодня читать, просматривать 28 главу. Здесь рассказывается о том, как Давид дает последнее наставление о строительстве храма. Можно сказать, что уже как бы находясь на смертном адре, он продолжает думать о храме. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колена, начальников отделов, служащих царю и тысячи начальников и сто начальников и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои. Вот это, кстати, указание на то, что он мог стать садра. То есть уже в немощи, в болезни. Это такой ремес. И стал Давид царь на ноги свои. То есть до этого как бы он не стоял или редко стоял. И сказал, послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня. И в подножье ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил. Действительно, Давид все сделал для того, чтобы храм был построен. То есть все потребное. И псалтырь написал, чтобы пели эти псалмы. И инструменты изобретал, чтобы на них играли. И кедр ливанский завозил, и золото, и серебро собирал. То есть во всех отношениях все потребное для построения храма он приготовил. Третий стих Давид говорит. Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Хотя о войнах царя Давида говорится, что он вел войны Господни. Об этом неоднократно говорится в книгах царей. И он был муж по сердцу Бога. Но вот этот стиль его управления, милитаристский, вот эти конфликты военные бесконечные, в которых он запутался, это кровь, которая проливалась им, ведь он убегал и к врагам, и жил среди филистимлян, и участвовал в их каких-то походах, вот все это было не угодно Богу. То есть такой человек не может возродить страну в полном смысле этого слова. Потому что построение израильского царства предполагало, что они придут в землю обетованную, прогонят семь народов, разрушат идолов и стуканов, поставят над собой царя и построят храм. Построят храм — это как бы завершительный процесс в домостроительстве вот такого земного теократического царства Бога. Но здесь Давид не дотягивал, он выполнял функцию воина. При таком раскладе он не мог действительно оказаться на положении человека, который завершит все, ведь он человек воинственный, а не мирный. А вот у сына Соломон, мы помним, что имя Соломон, шламо по-еврейски, от слова шалом, мир, это имя переводится как мирный, мирный он может построить, а Давид — нет. Да, вел войны Господни, да, вершил суды Господни, но очень много кровей, очень много конфликтов. Очень много раздражения, милитаристские какие-то действия. И Давид далее говорит, «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно». Вечно имеется в виду в его потомках и прежде всего в одном потомке, то есть во Христе. «Потому что Иуду избрал он князем». Здесь Давид говорит, что он не случайно стал царем, потому что он из колена Иудина, а Иуду Господь избрал князем. «А в доме Иуды, дома отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем, из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона». То есть мирного. Хотя действия Давида были совершенно необходимы, все его воинские подвиги были во славу Господа, но Бог избирает мирных людей прежде всего. «Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне, «Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына». То есть Бог избирает себе в сыновья мирных людей. «И я буду ему отцом и утвержду царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня». То есть любое обетование, оно не небезусловно. Здесь всегда есть какие-то уточнения, в каком случае. Господь будет благословлять людей, а в каком случае он не даст им своего благословения. Вот в случае с Давидом он не дал им благословения построить храм, хотя Давид все приготовил для построения храма. А в случае с Соломоном, да, Соломон построит храм, но он уклонится от истин веры. И Господь проявит свой гнев на нем. И далее мы читаем слова Давида. «И теперь пред очами всего Израиля собрание Господня во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держите, держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навеки». Вот в каком случае мы можем быть уверены, что наша страна сохранится, что она перейдет по наследству к нашим детям, если мы будем держаться заповедей Божьих и соблюдать их. Здесь немножко непонятно, когда Давид говорит «Во уши Бога нашего говорю», а потом обращается не к Богу, а к людям «Соблюдайте, держитесь всех заповедей». Он как бы говорит «Вот в присутствии Бога я вам говорю». Вот Бог потом с меня не спросит, говорил я им или я не говорил. «Толкование Блаженного Августина, этого трактата о благодати и свободе воли. Имеется также место в первой книге «Параллепоминон», где говорится о свободе воли. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего, и служи Ему от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Это то, что идет дальше, в 9 стихе. «Но те люди, то есть пелагиане, вкладывают в данные строки идею о заслуге человека, поскольку, в частности, здесь говорится, если будешь искать Его. они полагают, что благодать дается сообразно заслугам, связывая это с предложением данной фразы, с продолжением данной фразы, то найдешь его». И вот тогда-то они прилагают все усилия к тому, чтобы доказать тезис, согласно которым благодать Божия дается по заслугам. Иными словами, они хотят доказать, что благодать не есть милость, а ведь со всей возможностью апостол говорит обо всех получающих вознаграждение за заслуги. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. а ироним блаженный его диалоги против Пелагиан пишет, «Разве не знаете, что вы храм Божий, да у Божия живет в вас? Если кто разорит храм, то покарает Бог. И в другом месте Господь с вами, пока вы с ним. И если вы оставите его, он оставит вас». О чем здесь говорится? Давайте опять перечитаем девятый стих. Здесь уже Давид обращается к своему сыну. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего, служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца». То есть Господь знает сердце каждого. И знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Это очень серьезная тема. Казалось бы, с точки зрения логики Пелагиан, человек ищет Бога, он его находит. То есть человек вменяется в заслугу, то, что он ищет Бога. Человек приближается к Богу и Господь приближается к нему. Человек удаляется от Бога, а Господь удаляется от него. Нет, это не так. Дело в том, что само желание искать Бога нам дает Бог. и у того же блаженного Августина есть фраза, заимствованная им из Амвросия Медиаланского, «Не пытайся найти Бога, пока Он сам не найдет тебя». И если Господь влагает в наше сердце желание исполнять Его закон, и мы действуем в этом направлении по вере, но вера – это тоже дар Божий. Таким образом, Давид имел некую данность, свой собственный характер воинственного человека, но то время было такое. А Соломон вырос мирным человеком, без милитаристских каких-то скачков. Так это было другое время, только такое мог построить храм Бог. То есть все это в руках Господних, потому что Он дает нам алканье, жаждане самого себя, и мы алчим и жаждем высшей правды, высшей справедливости, когда ищем Бога. Он сам привлекает нас к Себе, словами «Придите ко мне все», и когда мы приходим, благодаря вот этому побуждению, которое проистекает от Него, мы переживаем радость общения с Ним. А как сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, но и вера это дар Божий. Смотри же, 10 стих, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Вот это такой емкий афоризм «Будь тверд и делай». Что значит тверд? Это же не твердолоб, имеется в виду тверд. Не уклоняйся от той цели, к которой ты идешь. Будь тверд в этом намерении, последовательным человеком будь. и Новый Завет учит нас, что христианин это человек, который, когда говорит «да», то «да» у него это «да», всегда, а не так, что утром «да», а вечером «нет». Когда христианин говорит «нет», то «нет», всегда «нет», а не так, что вечером «нет», а утром «да». то есть наше слово должно быть твердое, тогда и действия наши будут твердые, последовательные. И отдал Давид Соломону, сыну, своему чертеж притвора и домов его, и колдовых его, и горниц его, и внутренних покоях его, и дома для ковчега, чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господней, всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, то есть полный проект. Сейчас, кстати, проект стоит более чем дорого. Давид все это расписал, составил чертеж, потому что он жил интересами вот этого будущего храма, хотя сам понимал, что он не переживет радость вхождения в этот храм, потому что его ждало другое святилище, небесное, куда он уходил. И священнических и левицких отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем и всех служебных сосудов дома Господня золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампатых и означением веса каждого из светильников и лампатых что значит? А значением веса. То есть все было очень четко. И просто золотой светильник. Нет, указан вес. Чтобы ничего связанного с коррупцией не было и близко при построении храма, чтобы никто бы не отмывал какие-то деньги при построении храма. А то, получается, украл и на Бога дал. Это недопустимо. Это мерзость. «И дал золото для светильников и золотых лампатых со значением веса каждого». Опять со значением веса. «И светильников и лампат его, также светильников серебряных, со значением веса каждого из светильников и лампат его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов, предложения хлебов для каждого золотого стола и серебра для столов серебряных и вилок и чашек, крапильниц, и чистого золота и золотых блюд со значением веса каждого блюда и серебряных блюд со значением веса каждого блюда. Вот это повторение каждого со значением веса каждого со значением веса каждого вот эта скорпулезность это очень важно. для человека, облеченного во власть, а не так, что он возьми, там лежит золото какое-то. Нет. Расточительность здесь недопустима. Мы знаем, что когда Христос насыщал людей, он давал повеление «соберите оставшиеся». И собирали в коробы, и указывается число, сколько коробов собрали. Таким образом, Писание научает нас рачительности, бережливости. Нельзя разбрасываться с тем, что Господь нам посылает. «И для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы, золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня, все сие в письмене от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. То есть Давид заявляет все сие в письмене, то есть в написанном виде, от Господа. И чертеж этот от Господа. Говорил Давид, что это не от него все, весь этот план. То есть главный архитектор, это Господь. Говорил Давид, как он, то есть Господь вразумил меня на все дела постройки, так я и начертел. Вот в таком-то весе светильник, в таком-то весе. Это изделие из золота, это изделие из серебра, как вразумил Господь. И далее. «И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужественен». Смотрите, выше он говорит, будь тверд и делай. А здесь он говорит, будь тверд и мужественен. О чем это? Не надо бояться. Все уже предусмотрено. Все уже приуготовлено. Давид – это про область Христа. И Христос действительно для нас все уже приготовил. И чертежик сделал нам в Нагорной проповеди, прописав, каким путем идти, от чего уклоняться, что делать, чтобы достичь вечной жизни. И обители нам приготовил, как он сказал. А если не так, в доме отца моего обители много, а если не так, я пойду к отцу и приготовлю. А Соломону оставалось только проявить мирные качества и войти в радость построения храма и вхождения в него. Давид по смерти душою сошел в ад, но в ожидании небес. И когда Христос сходит душей в ад и облистал ад сиянием божества и вывел оттуда ветхозаветных праведников, вот это был момент восхождения Давида. «И сказал Давид сыну своему, будь тверд и мужественен, и приступай к делу, то есть немедли, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всякого дела, требуемого для Дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. У тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Вот поистине язык не поворачивается, этот храм назвать Соломоновым. Так все сделал Давид. Чертежик, как положено, все собрал, все распланировал, от начала до конца. А что должен сделать Соломон? Дать приказ, начинайте. Все, уже люди были расставлены, уже одобрение получено от всех уровней власти тогдашнего общества. Все единогласно. Так вот, Христос, Он за нас все сделал. Он все приготовил для нас. Одно только требуется от нас – мирное качество и подчинение воле Бога. А мы, верующие во Христа, все царственное священство, народ, взятый в дел, как сказано в Священном Писании Нового Совета. Абонирайна, это удач Фиге- Продолжение следует...